Всех приветствую, с вами канал Азбука Радиосхем и сегодня я расскажу об одной интересной схеме это схема металлоискателя и прежде чем рассказать об этой схеме я ее конечно собрал, спаял также сделал некоторые замеры чтобы я мог объяснить принцип действия как она работает а также рассказать о некоторых тонкостях которые нужно выполнять при сборке этой схемы схему конечно можно собрать и самому полностью из деталей сделать плату но я бы порекомендовал особенно для начинающих взять купить конструктор тем более что он недорогой видео это не реклама поэтому посоветовать где именно конкретно купить конструктор этот я не буду поищите сами в интернете но если кому-то из продавцов электроники или ради деталей нужна реклама пишите мой почтовый ящик он именно для таких целей и предназначен или если у вас есть какие-то другие коммерческие предложения обязательно пишите о цене я думаю договоримся но мы давайте продолжим для этого нужно посмотреть на схему чтобы в этом было проще разобраться я на сайте написал статью ссылка на сайт будет ниже под видео и так давайте посмотрим на саму схему чтобы понять как она работает с конструктором идет вот такая схема но она немножко сложновато для начинающих особенно появляется немного путаница проще разобраться будет вот с вот этой схемой конечно схема состоит не из двух-трех деталей как многие любят начинающие ради любители но схема также интересна и очень проста давайте разберемся как она устроена она состоит из двух функциональных блоков вот первый блок да вот этой катушки это наша поисковая катушка и вот второй блок это выходной блок первый блок является задающим генератором он формирует импульсы определенной длительности и формы которые подаются на поисковую катушку в роли усилителя этих импульсов для поисковой катушки выступают два транзистора и главную силовую часть представляет ИРФ 740 катушка это выполняет двойную функцию кроме того что она является катушкой излучателем она также катушка приемник поэтому к ней подключен резистор здесь стоят два диода которые ограничивают амплитуду нашего входного сигнала и все это формируется и поступает на операционный усилитель на этой схеме операционный усилитель не тот что на оригинальной схеме там стоит ТЛ 072 а здесь К157УД2 это советская микросхема просто эта схема изображена проще для понимания начинающим радиолюбителям и чтобы было более понятно давайте вернемся опять в статье посмотрим на ссылограммы которые я сфотографировал вот этот первый импульс это то что у нас появляется на катушке после нашего усилительного транзистора старость 740 дальше идет импульс вот этот это то что приняла наша катушка был такой на входе ее принят вот такой но нас интересует только вот эта игла давайте попробуем ее растянуть вот как выглядит она в более растянутом виде вот по ней и происходит определение есть металлические предметы под нашей поисковой катушкой или нет за это как раз и отвечает первая часть нашего операционного усилителя дальше стоят два регулятора которые регулируют чувствительность нашей схемы и уже стоит выходной каскад который формирует звуковой сигнал для нашего динамика как видите схема довольно простая нет никаких дефицитных деталей но даже если вы не находите какие-то детали то они взаимозаменяемы можно подобрать какие-то другие те же транзисторы, те же микросхемы это я также отразил в статье здесь есть рекомендации какими деталями можно заменить даже входную часть которая собрана на нашей микросхеме NE555 о которой я также не раз рассказывал можно заменить двумя транзисторами вот эта схема давайте тоже я ее откроем и посмотрим она обведена красным контуром как раз вот это и есть замена нашего генератора и на выходе так же само стоит транзистор ИРФ740 все дальше повторяется а теперь некоторые рекомендации конденсаторы, которые у нас на вот этой схеме обозначены как С1, С2 это задающие конденсаторы нашего генератора а на схеме оригинальной, которая идет вместе с конструктором это конденсаторы С2 и С3 они также задающие этого же генератора это та же схема, но просто она изображена по-другому они должны быть пленочные для образца я показал какого вида должны быть эти конденсаторы здесь также присутствует плата с расположением деталей для нашего конструктора вот то, что я начинал собирать и дальше я уже ее собрал до конца теперь давайте перейдем к катушке катушка также не представляет собой большой сложности она не требует очень четких и тонких подстроек параметров поэтому размеры в нее могут быть от 190 мм до 250 подбираете подходящий круглый предмет например банку, кастрюлю, что-нибудь в этом роде, ведро и мотаете проволоку также диаметр провода не сильно критичный можно от 0,4 до 0,6 мм мотается примерно 25 витков дальше с нашей оправы нужно снять эту катушку можно смотать ее потом туго изолентой можно еще дополнительно пропитать клеем и закрепить на какой-то каркас даже вырезанный с фанеры хотя наша схема довольно простая но она имеет довольно неплохие параметры особенно для начинающих радиолюбителей и начинающих поисковиков монет-кладов давайте посмотрим на ее параметры глубина обнаружения от 20 до 25 см глубина обнаружения крупных предметов уже может быть около метра и больше но это в основном для тех, кто ищет металл для сдачи приемный пункт напряжение питания от 9 до 14 вольт ток потребления 60-70 мА поэтому питать эту схему можно как от батареек, так же и от аккумуляторов но есть в этой схеме и недостаток он конечно больше для опытных поисковиков это то, что эта схема не может различить цветной металл от черного и поэтому вы на слух не определите какой металл лежит под катушкой то ли это медная монета то ли железный болт надеюсь, что это видео подкинуло вам идею интересной сборки для выходного дня потому что собрать такой металлоискатель особенно если вы используете конструктор можно всего лишь за несколько часов но не обязательно делать и конструктор можно все это сделать самому даже будет интересней изготовить плату или на макетке все это запаять, подобрать детали насчет отладки схема, как правило, отладки не требует и начинает работать сразу же если вы запаяли все правильно понравилось видео, поставьте лайк также подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok